Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Псалом 68. Начальнику хора на Шашаниме. Псалом Давида. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля. Засохла гортань моя. Истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже, сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже, Израилев. Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице моё. Чужим стал я для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме Твоём снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня. И плачу, постясь душею моею, и это ставят в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды вретище, и делаюсь для них притчою. А мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющее вино, а я с молитвою моею к Тебе, Господи. Во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечёт меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призри на меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня. Приблизься к душе моей, избавь ее, ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь, поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все пред Тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнею. Да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть, и чресло их расслабь навсегда. И злей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их. Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих. Ибо кого ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою. Да изгладятся они из книги живых и с праведниками, да не напишутся. Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить его в славословии. И будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущие Бога. Ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих. Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущиеся в них. Ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там, и наследуют Его. И потомство рабов Его утвердится в нем, и любящие имя Его будут поселяться на нем. Послание к евреям святого апостола Павла Глава 2 «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознерадев от оликом спасений, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, «Что значит человек, что ты помнишь Его? Или сын человеческий, что ты посещаешь Его? Немного ты унизил Его пред ангелами, славою и честью увенчал Его и поставил Его над делами рук твоих. Все покорил под ноги Его. Когда же покорил Ему все, то не оставил ничего непокоренным Ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было Ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого. Поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя Твое братьям Моим, посреди церкви воспою Тебя». И еще, «Я буду уповать на Него». И еще, «Вот я и дети, которых дал мне Бог». А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял Оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. «Ибо не ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамова. Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Книга Пророка Михея Глава Третья И сказал я «Слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое. Сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок и плоть как бы в котел. И будут они взывать к Господу, но Он не услышит их и сокроет лице Свое от них на то время, как они злодействуют. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ Мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Посему ночь будет вам вместо видения и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками и потемнеет день над ними, и устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю, грех его. Слушайте же это главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, «Не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда. Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развален, и гора дома сего будет лесистым холмом». Книга Пророка Михея Глава Четвертая И будет в последние дни Гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут, «Придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима, и будет Он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать, но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый, во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющие и совокуплю разогнанные и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромлющие остатком и далеко рассеянные сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. А ты, башня стада, холм дщери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство, к дщерям Иерусалима. Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучься болями, дщерь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион. Но они не знают мысли Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы, на гумно. Встань и молоти, дщерь Сиона, ибо Я сделаю рог твой железным и копыта твои сделаю медными и сокрушишь многие народы и посвятишь Господу стержание их и богатство их владыке всей земли. Книга Пророка Михея Глава Пятая «Теперь ополчись, дщерь полчищ, обложи нас осадою, тростью будут бить полоните судью Израилева. И ты, Вифлеем, Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение изначало от дней вечных. Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет Он и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли, и будет Он мир. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него семь пастырей и восемь князей, и будут они пасти землю Ассура мечом и землю Немврода в самых воротах ее, и Он то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу, и когда вступит в пределы наши. И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве, и Он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. И будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимен среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих из среды твоей, и уничтожу колесницы твои, истреблю города в земле твоей, и разрушу все укрепления твои, исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя. Истреблю и стуканы твои, и кумиры из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои, и разорю города твои, и совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Духа Духа Продолжение следует...